Итак, доброе утро, дорогие друзья. Надеюсь, что сейчас будет видно и слышно хорошо. Мы продолжаем изучать Тору. В этот раз из Берлина. Из Берлина у нас прямой эфир. И надеюсь, он не прервется. В этот раз, надеюсь, он не прервется и хорошо передастся. Максим, привет. Максим всегда вовремя. Молодец. Максим, он вообще, все у него очень четенько по плану, по программе. И это отлично, да. Хорошо. Значит, мы продолжаем изучать Тору. Мы изучаем сейчас две книги Хефицхайма, такого великого мудреца. Одна из них называется, так и называется, Хефицхайм о законах злоязычия. Вторая называется Гриши Цибульсти, Бодертов. Вторая называется Краткая книга заповеди. И если успеваем, читаем рассказы про Равыска Казильбера, моего учителя. Одного из 36 праведников, заслугу которых существует мир. Вот так. Хорошо. Значит, 11 пункт, который приводит Рав Зелик Плистин в своей книге «Береди свою речь». Это по законам Хефицхайма. Просто я сейчас по этой книге решил изучать. Сам Хефицхайм жил больше, около 100 лет назад. Он умер в 1933-1934 году. И он был великим мудрец. Ну, то есть, такой великим, что понять то, что он писал, это нужно иметь уровень тоже достаточно высокий. А Рав Зелик Плистин, он уже сделал интерпретацию на наш сегодняшний язык и сегодняшнее понимание и привел примеры. Поэтому мы изучаем по его книге. Значит, вот ситуация такая. Алекс Поделка, доброе утро. Ситуация такая. Значит, в еврейском народе, в религиозном мире, со времен Моше Рабейну, со времен Моисея существует еврейский суд. В Торе есть глава, которая называется Итро. И в этой главе рассказывается, как тесть Моше, тесть Моше Итро, который был папа жены. Кто-то слово «тесть» может по-разному понимает. Папа жены Моше Рабейну, цепоры, его звали Итро. И интересно, что Итро, он основал потом свою религию, тоже Единобожие. И эта религия до сих пор существует. Они верят в того же Бога, в Бога Создателя Мира, Творца Создателя Единого и Единственного Бога. Нет другого Бога, кроме Него. И последователи вот этого тесть Моше Итро называются Друзы. Друзы – это те, которые, вот почитать очень интересно, их в мире где-то 6 миллионов. И Друзы у них Единобожие, но у них то, что вот они получили от Итро, они очень скрывают. Это такая самая тайная религия, кто про нее узнает. Те, кто ее носители, вот которые именно их священники, они ее вообще никому не рассказывают. И никто толком не знает, как они там, что делают. Ну, в общем, очень интересно. Хорошо, значит, Итро дал совет Маше Рабейну, чтобы Маше Рабейну Моисея, чтобы он не судил сам народ. То он сидел, и все к нему приходили с вопросами. Он был пророк, он получил от Бога Тору, и он говорил, кто прав, кто виноват, что делать, что не делать. То есть он был единственный судья. И сказал ему Итро, он говорит, ты так не сможешь, представь, весь народ, 600 тысяч мужчин только. Обязательно будут какие-то вопросы, конфликты и споры. И поставь над ними людей, и пусть они судят народ. И Итро сказал очень такую вещь интересную в Торе. Он ему сказал так. И каждую вещь большую, по-моему, пускай они приносят тебе, а каждую вещь маленькую посудят сами. А Маше Рабейну сказал не так. Он говорит, неважно размер спора между людьми, вообще неважен финансовый спор, какой-то имущественный спор. Каждую вещь тяжелую, там, где они не могут разобраться, пусть принесут ко мне, а каждую вещь, что смогут разобраться, пусть судят сами. Он ответил, что нету разницы, богатый, бедный, много, мало. Для кого-то 100 долларов потерять, это больше, чем для другого 100 миллионов долларов потерять. Да, как мы видим, самые богатые люди мира, они богатеют на миллиарды в день, на миллиарды в день теряют. И ничего страшного. А если у человека последние 100 долларов, то он потерял эти 100 долларов, он как будто бы жизнь теряет. Да, то есть ему реально это тяжело. Поэтому Маше Рабейну сказал, нет, не существует, нету разницы, есть справедливость. Большая, маленькая вещь, неважно. Теперь, значит, с тех пор есть Равинский суд, который идет по этому же принципу. Для них самое важное, Равинский суд, Бейт Дину называется, Бейт Дом Суда, значит, там судят вещи прям настолько скрупулезно, чтобы, главное, вот по Торе, чтобы все было правильно. И теперь, значит, разбирается ситуация. Допустим, один еврей приглашает другого в Равинский суд и говорит, пойдем в Равинский суд. Как вот я слышал недавно историю, мне рассказывал Равин, который, который вот именно Равин настоящий, которому я хочу советоваться. Он рассказывал, что пришел к нему один еврей и привел другого, говорит, пойдем в Равинский суд. Тоже прихожане на этой синагоге. Тот, значит, пришел, и они к Равину пришли, чтобы он их рассудил. Это не Равинский суд, но это лучше, чем Равинский суд, это три Равина. А он был один, этот Равин. И он им говорит, смотрите, говорит, прежде чем вы начнете рассказывать свою историю, каждый по-своему видел, у них был большой имущественный спор, каждый по-своему видел, кто прав, кто виноват. Он говорит им, Равин, да, он говорит, только я, говорит, до того, как вы начнете рассказывать свои видения ситуации, пообещайте, что вот какое бы ни было мое решение, вы его принимаете. Один говорит, да, я согласен, то есть мы оба рассказываем, как вы решите, я принимаю. Второй говорит, подумал, говорит, нет, говорит, если в мою пользу будет, я принимаю, а если не в мою пользу, то не принимаю. Равин говорит, тогда не рассказывайте, какой смысл тогда ко мне обращаться, если тебя интересует только, ну, только когда я скажу, что ты прав. Или тебе реально интересно и важно понять, кто прав, кто виноват, или нет. Кстати, есть Мишнав Пертьевод, которая говорит, что не делай себя как адвокаты, да, это первая глава поучения отцов, там написано так, не делай себя как адвокаты. То есть раз они, каждый нападает на другого и каждый считает, что второй злодей, значит, для судей они в этот момент оба как злодеи. Он не может сказать, а, тебя я знаю, ты парень хороший, а тебя я первый раз вижу, я на тебя буду смотреть плохо. Судья должен быть абсолютно справедливый, и он на двоих смотрит на оба как злодеи. Если они примут на себя вот это вот решение суда Торы, значит, тогда они оба удостоились, потому что если человек по суду Торы, ну, проиграл, виноват и так далее, и он это принимает, он праведник, то есть он абсолютно, не важно, что он думал по-другому, значит, тут он принимает постановление Торы. Но мы сейчас говорим про законы злоязычия, это я дал вводную просто, чтобы было понятно, как суд работает. А теперь ситуация разбирается такая, суд присуждает, что кто-то должен что-то делать. То есть он говорит, вот там два соседа, и один говорит, этот сосед, он там курит у меня по шабатам и дымит, мне там мешает, значит, дым мне его мешает. А теперь Байдин ему говорит, слушай, ты не кури по шабатам, ты не можешь мешать второму человеку. Теперь, а тот не принимает этого решения, он не принимает, он говорит, а мне все равно, что суд говорит. Имеет ли право суд, значит, имеет ли право суд Лефарсем сделать это публичным? Теперь смотрите, если мы возьмем пример из Талмуда, то там написано, что мудрецы публично осудили несколько известных семейств за отказ обучать других определенному мастерству, необходимому в храме. Их предупредили, что они нарушают закон, скрывая свои знания от других, ибо их умение может однажды исчезнуть, и тогда некому будет совершать в храме те операции, в которых они проявили себя как специалисты. Отказ членов этих семейств обратить серьезное внимание на слова мудрецов был оглашен публично. Понятно, да? Теперь отсюда следует, что если суд, он принял решение какое-то, да, и даже если это решение, оно, вот если его объявить всем, человека опозорит, но он не принял это решение, суду можно это делать. Все. Понятно. Хорошо. Теперь, значит, как нас это касается? Нас это касается, что, в принципе, когда газеты, например, да, газеты, журналы, сайты, когда они пишут о ком-то гадости, вот, например, сейчас была очень большая, большая пропаганда против одного там человека религиозного, да, и пока мне суд не принял постановление, вот у меня Раиса Васильевна, моя теща мне пишет, значит, ей тоже привет, если она меня смотрит, потому что я не видел ее обычно, я очень уважаю, люблю свою тещу, и если она слушает мой урок, то я очень ей благодарен, и ей передаю всегда привет, но если я сейчас не увидел вдруг, я передаю ей привет. Да. Так вот, значит, когда газеты, журналы и так далее, СМИ, они позорят какого-то человека до оглашения приговора, ведь неизвестно, какой, и брат у меня вот, видите, смотрит отлично, неизвестно же, какой будет приговор, и чаще всего в СМИ они просто, вот, смотрите, я всегда, как вижу работу СМИ, есть какой-то, какой-то есть орган, который называется средство массовой информации, какой-то сайт, или новостной канал, или просто телеканал, и так далее, это, он финансируется из двух источников, бывает, что он финансируется каким-то человеком, и этот человек, он олигарх какой-нибудь, и так далее, значит, Игорь Юрьевич, всем привет, этот человек, он финансирует этот канал, для чего? Чтобы канал обслуживал его интересы, то есть, это как бы понятно, и канал тогда, он все время, все время качает одну сторону, одну позицию, то есть, прямо вызывают журналистов и говорят, так, будешь писать вот так, понятно, понятно. Второй вариант, канал работает, чтобы заработать деньги, то есть, он принадлежит какому-то бизнесмену или другой семье, ну, или количеству бизнесменов, значит, вот, мама в реанимации, чтобы была РФА Шлыма для Раисы Рахили, да, чтобы она выздоровела, чтобы была здорова, и прям, очень важно молиться за тех, кто болеет, и чтобы они были здоровы. Хорошо, так вот, давайте, дослушайте, значит, СМИ по определению, они сами себя называют, вот, их самое определение, самое название, вторая древнейшая профессия, то есть, первая древнейшая профессия какая, понятно какая, а они вторая, то есть, они продают свое, только те продают тело, а эти продают свое мнение за деньги. Теперь получается, что там нет истины, там нет правды, то есть, любое СМИ, оно, оно идет по, это обман, понятно, да? Хорошо, значит, те, кто читают новости, они, если они в это верят, то они точно нарушают заповеди злоязычия. Если они читают и не верят, то тогда они непонятно зачем читают. Тогда непонятно зачем читают. Хорошо, все, с злоязычием мы закончили, теперь мы переходим в заповедь повелевающая возлагает филин на голову. Значит, мы вчера учили, что восьмая заповедь повелевающая, это одевать филин на руку. Да, вот есть филин, я только что с утра пришел в синагоди, выполнил заповедь филин, который одевается на руку, и филин, который надевается на голову. Анна Батно, значит, вот Анна, чтобы была здоровая тоже, да, выздоравливайте. Значит, смотрите, есть филин на руку, есть филин на голову. Значит, в этих филинах вложены четыре отрывка из Торы, одинаковые. Тут есть пергамент с молитвами, и, значит, тут есть пергамент с молитвами. Только здесь на руке все написано на одном пергаменте, и он вложен, этот пергамент вложен в эту коробочку такую кожаную. А вот здесь этот филин головной, он разделен на четыре отделения, как бы, да, он маленький, но внутри разделено на четыре отделения, и в нем четыре разных пергамента, такая как антенна. Там написаны четыре отрывка из Торы. Кстати, интересно, что головной филин кладется туда, где, на то место темени, где у младенца находится родничок. Вот какая-то тут есть место специально, где у младенца находится родничок. И те, кто одевают филин вот сюда, на лоб, они не выполняют заповедь, одевают филин, и говорят благословение впустую, потому что коробка должна быть, хотя написано, будет они знаком между глазами, но вот здесь это должно быть, вот здесь. Между глазами это имеется в виду по проекции, да, а сама коробочка должна быть вот здесь, выше, чем начинают расти волосы. Должен быть ее нижний край. Теперь, значит, там есть четыре отрывка из Торы, и все эти четыре отрывка, они являются напоминанием, напоминанием, значит, напоминанием о том, что есть Бог, Создатель Мироздания и Хозяин Мироздания, что Он вывел евреистий народ из Едипта и делал чудеса, и, значит, и говорится в этих отрывках об обязанности каждого признательно от собой верховную власть Всевышнего, помнить о чудесах и тех великих событиях, которые Всевышний совершил для наших предков, когда выводил их из Едипта и приобщил нас служить Ему. Значит, тот, кто говорит молитву Шма-Исраэль без Тфилина, он как будто был лжесвидетель, потому что в Шма-Исраэль мы говорим, и будут они на руке твоей, будут между глазами твоими, а ты говоришь Шма, и у тебя нет Тфилина, это как будто был лжесвидетельство. Значит, как уже вчера мы это обсуждали, Тфилин это некое напоминание, вот смотрите, еще раз, есть очень важная, вчера была такая идея, и я хочу ее сегодня повторить, потому что я считаю, что она самая важная в понимании, как работает Тора и заповеди. Значит, вот есть человек, у него есть тело, тело, тело это его биоскафандр такой, да, биоскафандр, который управляется чем? Управляется часть инстинктивная, она никак не управляется, это Бог как бы ее запрограммировал, и вот она такая есть, это инстинктивная часть, все инстинктивные процессы. Есть часть, которая управляется мыслью, да, то есть мысль через дух намерения передается на тело, и человек как бы, он представляет, что рука пошла, он же не говорит себе, так, рука идет вперед, язык идет к небу, то есть он не говорит, у него есть намерение сказать или двинуть рукой, и значит, и у человека тогда начинает двигаться тело, то есть есть внутри программный код, который, он не под влиянием мыслей, там иммунная система и так далее, есть код, который двигает телом, это под влиянием мыслим, и есть мысль. Теперь внутри есть луч, божественная душа, и задача привязать мысль и тело к своей душе. Теперь, как эта задача выполняется? Она выполняется через изучение Торы, в первую очередь, то есть сначала нужно мыслью постигнуть максимально, как ты можешь, понять вообще, кто такой Бог, как это работает, как устроен мир, зачем человек здесь. Есть моя книга очень хорошая, которая называется «В этом весь человек» – это «Экклезиаст», это объяснение на то, как царь. Потом, после изучения Торы идет, что ты осознал, что есть Тора, есть Бог, есть заповеди, дальше ты должен начать с Богом коммуникацию, то есть ты как бы узнав, что есть вот это вот непостижимое пространство духовное, ты пытаешься в него войти своей мыслью. Как ты в него можешь войти? Через молитву, благодарность и молитва. То есть ты, значит, направляешь свою мысль к Создателю, Творца Мироздания, и ты представляешь, что… Не представляешь, ты просто молишься. Вот просто ты с ним беседуешь и разговариваешь, и ты тем самым направляешь свою мысль в это пространство. Но дальше тебе же надо еще и тело туда перевести, то есть тебе надо из материального этого мира взять свое тело и перевести тоже туда в духовное пространство, чтобы у души было потом тело в духовном мире и при воскрешении из мертвых. И тогда начинаются заповеди. Заповеди – это повелевающие действия, которые Бог сказал делать. Выполняя вот эти заповеди, ты с ним соединяешься, то есть ты соединяешься с проявлением его воли. В этом мире есть некие действия, которые он сказал, заповедь, митсва. Делай это, и ты в этот момент выполняешь волю Всевышнего, и в этот момент твое тело соединяется со Всевышним. Понятно. Теперь тфилин – это для мужчин, то есть его одевают евреиские мужчины. Тфилин – это вот то самое соединение телом со Всевышней исторой. То есть это очень мощная заповедь, знаковая заповедь, поэтому есть две заповеди – отдельно тфилин на руку, отдельно тфилин на лоб. Если вы мужчина-еврей, значит, прямо каждый день, будний день, нужно бежать в синагогу, одевать тфилин, купить себе тфилин, и одевать его, как антенна, соединяться с Богом. Если вы не мужчина-еврей, вы женщина-еврейка, или мужчина-нееврей, или женщина-нееврейка, здесь я не знаю, как правильно делать, но побуждение кого-то выполнять заповеди тоже является заповедью. Поэтому если вы можете помочь кому-то одеть тфилин, помочь кому-то направить его и так далее, то это как будто бы ваша заповедь, потому что написано, что тот, кто побуждает других делать заповеди, его награда больше, чем награда того, кто делает заповедь. То есть что это значит? Значит, когда ты свою мысль, свою энергию, свою силу направляешь и побуждаешь кого-то сделать, ты тоже как бы с ним соединяешься. И дальше он продолжает делать, это как MLM, да, так устроено. Он продолжает делать заповедь, но так как ты был вот этим вот стартовым моментом, который помог ему начать соединяться со Всевышним, то в этот момент это связано уже не прерывается. Поэтому побуждайте других евреев служить Всевышнему, побуждайте их, обучайте их, подсказывайте их, помогайте им, и будет у вас и у нас все хорошо. Божьей помощи. Значит, все. И последнее, что я хотел рассказать, рассказывает Рав Авраам Коэн. Это один из учеников Раваиска Казильбера, который создал организацию Талдот Ешурун. Он именно создал основатель этой организации. И он как раз собрал рассказы про Рав Искака и издал эту книгу Искак, называется. И вот он рассказывает такой коротенький рассказик, который называется «Чудо». Значит, он пишет так. «Редкое качество души – восторженность». Рав Зильбер мог сказать, поднимая стеклянный стаканчик с вином. «Смотрите, как солнечный луч переливается, как в драгоценном камне, блестит, как рубин». И он вот так вот наблюдал через стеклянный стаканчик, как солнце в нем блестит, как рубин. Простыми, обыденными вещами он восторгался, как ребенок. Как-то я провожал его домой, и он захотел зайти по дороге в магазин. «Купил батон нарезанного хлеба, ну, нарезанного уже хлеба, батоны такие продаются, несколько стаканчиков простокваши, такой, как, ну, в пластиковых стаканчиках, пакет молока и банку рыбных консервов». И говорит, смотрит на это все, и говорит, «Какая прекрасная еда! Всего за 20 шетелей, и мне хватит на несколько дней». Он прям восторгался тем, что он может купить хлеб, простоквашу, и говорит, «Такая прекрасная еда, и, значит, на несколько дней мне хватит». Или по дороге в синагогу он мог остановиться и сказать, «Послушай, послушай, как поют птицы. Слышишь, какое чудо, что мы здесь, в Иерусалиме!» Всегда в таких его словах присутствовал подтекст «Радуйся, радуйся, радуйся простым вещам». То есть, это вот как раз такое, он четко очень заметил, да, Рав Вавром Коин, главная черта Равыска, когда он все время радовался, он был все время счастливый, и он находил, чему радоваться. Он благодарил за все Всевышнего, и это тоже нам доступно, это тоже нам всем доступно. Поэтому все, значит, идем выполнять заповеди, учить Тору, и радоваться простым вещам. Все, и распространять эту радость, этот свет. Всем хорошего дня, шаббат шалом, кто соблюдает шаббат. Всем, кто не соблюдает шаббат, тоже шаббат шалом, чтобы был шалом в эти выходные для вас. И если вы сами не выполняете заповеди, то побуждайте других выполнять заповеди. Это тоже очень важно, это как будто бы вы сами выполняете. Все, всем пока, шаббат шалом, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok